Всем привет, я Кристина Терещенко и мы с командой новостей Донбасса уже готовы рассказать вам последние новости о военных событиях в Украине по обе стороны линии фронта. Продолжают российские оккупанты штурм на четырех основных направлениях на Донбассе. Это Авдеевская, Славянская, Краматорская, Бахмутская. Удары наносятся артиллерией и авиацией, но по словам генштаба ВСУ штурм удается успешно отбить. Все это, конечно же, имеет последствия для жизни людей и инфраструктуры городов. В нацполиции сообщают о 23 ударах российской армии по городам Донецкой области. В частности, ракетному обстрелу подвергся Торецк. Два дома в частном секторе уничтожены. Минимум один человек ранен, еще троих доставали из-под завалов. Новые удары по Бахмуту в соцсетях люди говорили о взрывах в городе и публиковали видео с разрушениями и дымом. Тем временем группировка ДНР заявляет о захвате поселка Сфорное под Бахмутом. Населенный пункт находится по направлению от Лисичанска к Бахмуту. Украинская сторона эту информацию пока не комментировала. Что касается дальнейшего развития событий войны России против Украины, то свое видение в трех сценариях представила американская разведка. Ее глава Аврил Хейнс в интервью New York Times заявила, что видит в первом сценарии, что продолжающееся продвижение российской армии на востоке Украины сломило бы волю украинцев к войне и позволило бы российским военным захватить еще большую часть страны. Этот исход – новая цель Владимира Путина после поражения в его первоначальной попытке свергнуть правительство Украины. Во втором сценарии, наиболее вероятном, Россия будет доминировать на востоке, но не сможет продвинуться намного дальше. Две страны зашли бы в тупик, который Хейнс назвала издурительной борьбой. В третьем сценарии Украина остановит продвижение России на восток, а также преуспеет в контратаках. Масштабный пожар сегодня случился в оккупированном Ханжонково, это микрорайон Макеевки. Под обстрел попала промышленная база Технап, на которой хранились боеприпасы. Это признали и сами представители группировки ДНР. Еще один масштабный пожар, но уже в Донецке. В соцсетях пишут о попадании снаряда в топливный резервуар нефтебазы в Кировском районе. В Донецке под обстрелом также микрорайон Азотный, люди публикуют оттуда десятки видео со взрывами и дымом. Легитимный Мариупольский горсовет подсчитал предварительную сумму, необходимую на восстановление Мариуполя. И она колоссальная. 14 миллиардов долларов. Уйдет на это по их подсчетам от 7 до 10 лет. В городе разрушено 1356 многоэтажных домов и 40% частных. Значительная их часть реконструкции не подлежит. Тем временем оккупационная власть уже заявляет о планах снести треть инфраструктуры Мариуполя. В сюжетах своих пропагандистских СМИ показывают, как сносят разрушенные российской армией дома и обещают большую стройку. Есть информация, что за работу на стройке местным жителям предлагают зарплату до 50 тысяч рублей. Также советник легитимного мэра города Петр Андрющенко рассказал нам о том, как российская администрация пытается проводить скрытую мобилизацию в оккупированном городе. Идут на різные хитрощи, заманюють людей одягнути форму, то под какую-то охорону неиснуючую. Теперь под какие-то саперы ФМЧС ДНР теж не дуже ииснуючие. Все это форма, далее за этим рожье и в оккуп, власне, приблизно так и будет. Пока они пытаются это делать такими маякими хвилями, а мы впевнены, в принципе, они даже сами заявляли, что питание мобилизации в так называемый ДНР, как они так называют, «звольненные территории». То есть на оккупованных территориях будет происходить, как пройде піврока с даты оккупации. Вот мы берем, что они рахуют там с травнями месяца, что они оккуповали, а взагалі они рахуют еще ранее, там, мне здається, там с 16 квітня чи щось таке, медаль повыпускали. То мы можем розуміти, что десь вересень, листопад, будет перша хвиля уже офіційна мобилизація в Маріуполі, а чоловіків давно там дуже багато отримують в фильтраційных колониях, не выпускають їх. В небольшом поселке Волонтеровка, который сейчас оккупирован россиянами, местные жители жалуются на отсутствие обеспечения их базовых гуманитарных нужд. Воды нет, обещают делать, света вообще нет. С ДТМ звонят, говорят, на поселке нет жителей. Вы сейчас увидите, сколько жителей у нас на поселке нет. Это и есть Волонтеровка. Это и есть Верхняя Волонтеровка, Нижняя, но все жители вот пришли. Вот смотрите, если Волонтеровку разделить на две части, Верхняя часть Волонтеровки больше 200 человек детей. В Волонтеровке остается порядка 3000 человек, более 200 из них дети. И за все время оккупации они ни разу не получали гуманитарной помощи от россиян. Стоит отметить, что пока эти люди сидят без воды, в самом Мариуполе оккупационная власть находит воду для полива газонов. Генштаб отменил решение о том, что мужчинам призывного возраста необходимо разрешение на передвижение и переселение между областями Украины, о котором мы рассказывали вам вчера. Но это не значит, что таких ограничений не будет в принципе, потому что над документом собираются работать. Он будет разработан на основе изменений в законные и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение в условиях военного положения. Потому что пока, по словам чиновников, имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий. Путин и Зеленский могут принять участие в саммите G20 в ноябре этого года в Индонезии. Оба президента получили приглашение, и сегодня МИД РФ сообщил, что российская сторона предварительно участие Путина подтвердила. Будет ли участвовать Владимир Зеленский и попытаются ли страны G20 устроить какие-либо, возможно, неформальные переговоры между Киевом и Москвой, пока неизвестно. На сегодня все, но в телеграм-канале Дежурный по Донбассу продолжаем оперативно вас информировать. Тут на ютубе нам будет приятно получить от вас лайк или комментарий, а еще лучше подписку на канал, чтобы вы не пропускали ежедневный дайджест. До встречи!